ДИМСИМ Повышайте свой водительский навык. Все ссылки в описании. Улучшенных текстур салона и тому подобного. Мод называется Kenward W900. Собственно, как видите, он у нас прописывается в автосалон Ивека. Не знаю я почему именно конверторы, авторы модов, именно американских тягачей, так они любят прописывать Америку в Ивека. Не знаю почему, просто не знаю. И очень часто это встречается, что пишут именно в Ивеке, именно американские моды. Ну, именно американские траки. Не знаю, чем так нравится им все это. Ну да ладно. Ну что ж, давайте посмотрим на этот замечательный трак, что он из себя представляет. На самом деле для ETS уже выходили подобного рода моды. Под подобного рода моды. То есть не один раз. И были они намного качественнее. Но этот вроде как под версию 1.22 у нас идет. Ошибок никаких, как видите, у нас здесь нет. Ну, не обращайте внимания на эти. Это почему-то, не знаю, города почему-то какие-то здесь пишутся. В общем, не важно. Ну, как видите, лог у нас абсолютно чистый. Никаких ошибок у нас нет. Что касаемо внешки. У меня, в принципе, никаких вопросов не возникает. Опять-таки, единственное, что здесь какая-то просто непонятная текстура рамы, брызговиков. Здесь вот это, да, вот насквозь как бы написано Kenward. Нет двигателя. То, что здесь не пугайтесь. Он здесь ставится в зависимости от того, какой мы выберем. Один там из трех марок производителей. Ну, а в остальном трак очень даже годен. Можно на нем покататься. ФПС не жрет. Салон с внешки есть. Руль крутится. Водила его крутит. Вообще прям без проблем. Дворники проверим уже во второй части. Фары горят, лампочки все горят. Ну, что ж. Давайте посмотрим, что у нас есть. Естественно, одна кабина, одно шасси. Что касаемо двигателя. То есть, у нас здесь есть Пакары, Айсекс и Кэты. Ну, давайте поставим Кэт 435. Вот видите, желтый у нас он туда появился. Здесь у нас, соответственно, идет тоже шильдик. То, что двигатель Кэт. И 435 это сколько лошадиных сил. Ну, можно выбрать также Айсекс. То есть, обратите внимание, да, вот он у нас поменяется. Ну, по идее, это Каменс, наверное, считается. Ну, давайте, я не знаю, какой поставим. Давайте Кэт 380 сделаем. Хотя, наверное, маловато будет. Давайте 435. Что касаемо коробок. Здесь только у нас Ситон Фуллер. Но у нас есть различные... Различное количество передач. То есть, это 10, 13 и 18. Здесь у нас стоит 13. Пусть так все и остается. Что касаемо интерьера. То есть, он позаимствован. Он, естественно, как вы сами понимаете, из третьих дальнобойщиков. Ну, вот обратите внимание, да, то, что здесь у нас дворники в этом положении. А с внешки они у нас раздвинуты. Не знаю, почему так. Ну, как-то пенять в том, что здесь какие-то некачественные текстуры и тому подобное даже не хочется. Потому что, ну, это просто все взято из третьих дальнобойщиков. Ребята, вы сами понимаете, что это игра какого-то, там, 2008 или 2009 года выпуска. И тогда там речи о качественных текстурах вообще не шло. Также есть и второй вариант. Он с таким более простым рулем. Этот уже, ну, как-то под новый так канает. И на самом деле здесь не очень смотрится. Я, если честно, выберу, наверное, вот такой. Руль очень хорошо собран. То есть, средняя часть у нас хромированная. По бокам у нас, скорее всего, это пластик. Ну, а сверху дерево. Единственное, что бы еще хотелось, если автор вдруг меня смотрит и будет дорабатывать мод, немножко поработать над приборной панелью. То есть, убрать вот этот, так сказать, чересчур галимый вот этот вот пластик. Да, ну, как-то сделать его более рельефным, текстурным, не знаю. И добавить возможность менять вот эти вот вкладочки. Да, вот эти вот шпоны, вот этот деревянный весь менять. Дальше, что у нас здесь еще есть? Здесь есть некоторые, конечно, косяки по именно моделям. Ну, да, вы сами видите. Вот здесь вот у нас полигончики криво легли. И здесь что-то какое-то непонятное. Ну, в основном мы будем ездить с вами вот так. Нам нужны будут только зеркала. Мы их, естественно, подрегулируем. Ну, и, в принципе, все. Шагающей камеры здесь нет, так что вспалкой заглянуть не могу. Что касаемо покраски кузова, обратите внимание, да, здесь есть скины. Я уже про это говорил. Можно попробовать самому как-то его разукрасить. Но, на самом деле, как-то сделано они не очень. Лучше скачать и какой-нибудь с интернета. В металлик это все, соответственно, тоже красится. Но, кстати, вот в этом цвете он очень, как-то, знаете, оригинально выглядит. И прям вот, не знаю даже. Но этот прям как-то явно такой... Ну, вот, кстати, тоже цвет прикольный. То есть, в металлик вот подбирать, посмотреть. Вот, Америкам ничем она и нравится, то, что она именно в металлике выглядит очень хорошо. В таких вот необычных цветах. Ну, давайте вот этот оливковый карбон я оставлю. Что касаемо тюнинга аксессуаров, не буду я ходить вокруг да около. Сразу скажу, что дисков у нас здесь каких-то других либо нет. Резина вся стандартная. Здесь мы с вами сможем поменять именно топливные баки. То есть, мы сможем тоже сделать под цвет кузова. Но, я думаю, это не будет очень хорошо смотреться. Так что, просто оставляем их в хроме. Здесь мы с вами сможем поменять крылья. Ну, я думаю, вот эти, наверное, будут смотреться как нельзя кстати. Здесь же сзади мы сможем поменять ступенечки. То есть, можем либо их вообще... Нет, вообще убрать мы их не сможем. Оставить просто ступеньки, либо сделать тулбокс со ступеньками. Что я, наверное, и сделаю. Здесь у нас можно подвесить, ну, лампочки, фонарики. Позакрывать это все дело. Ну, что-то типа под кастом сделать, знаете. Здесь этих лампочек очень-очень много. Ну, не знаю, давайте через одну понаклеим, понавешаем. Уж много меня просят сделать какой-нибудь кастомный тракт. Но здесь как-то какое-то количество нечетное, что ли. Потому что не получается сделать через одну. Ну, вот смотрите, как это все будет у вас гореть. Как-то нужно так подвинуть будет автору в следующем видео. О, в следующем видео, говорю. В следующей версии как-то нужно так думиться, попробовать разместить вот эти все, да. Чтобы получалось четное количество. Потому что через одну не получается сделать. Ну, вот как-то так. Имейте в виду, что здесь это можно будет замутить. Можно будет просто вот так вот их поставить и все, как говорится. Далее, что у нас еще есть? Давайте посмотрим из необычного. Здесь у нас можно такие хромированные накладочки сделать на окна. Кстати, очень даже неплохо смотрится. Здесь у нас уже, как говорил, идут топливные баки. Это у нас колеса-резина. Здесь у нас идут кенгурятники. Обратите внимание, да, есть вот этот легендарный такой кенгурятник, который путешествует, наверное, уже по всем американским модам. Но здесь он как-то не очень смотрится. Его нужно, наверное, немножечко растянуть по ширине и по высоте его немножечко повыше сделать. Здесь он каким-то маленьким смотрится, потому что морда объемная очень у этого кенгурта. Есть дефлекторы, да, вот эти так называемые, ну, как в оригинале. В жизни они ставятся для того, чтобы просто краску здесь не сбивать от камушков. Ну, и здесь у нас непосредственно идет бампер. То есть его также можно затюнить просто в хлам. Но мне нравится вот этот вот низкий такой, здоровый, прям хромированный. Очень круто смотрится. Прям, ну, нереально круто. И можно сюда также кучу лампочек всяких понавешать. Здесь у нас идет непосредственно правое зеркало. Здесь у нас идет левое зеркало. Здесь у нас вот эта вот птичка на капот. Здесь у нас также идет дефлектор. В этом месте у нас можно поставить огонечки на воздухозаборники. Ну, и там уже у нас идет непосредственно тюнинг салона. И можно боковые еще дефлекторы сделать вот здесь. Итак, на крыше что у нас? Крыло. Ух ты, какая высокая кабина. Но нет, не буду ставить. Ну, и здесь у нас также идут аксессуары кабины. Можно будет, наверное, сделать вот такие вот маркеры. Я думаю, вполне неплохо будет это все дело выглядеть. Непосредственно то же самое есть у нас и на крыше. То есть мы можем сюда тоже абсолютно что угодно поставить. Это уже все будет на ваш выбор. Соответственно, те же самые аксессуары. Козырек 10 инчей, 14 инчей. Ну, я думаю, вот так будет неплохо смотреться. Но это уже все. У нас идет салон. В него давайте мы и перейдем. Посмотрим, что мы сможем здесь с вами понавешать. Здесь, ну что, ну я не знаю. Давайте череп хромированный подвешиваем. А то мы все кубики, да кубики. Так, ну здесь тоже давайте что-нибудь придумаем. Я не знаю. Тракер, допустим. Ледженд. Ну и здесь посередине скания. Ну нет, наверное, не пойдет. Ну, вот так вот давайте, наверное, и оставим. Это у нас зеркало. То есть все это можно также подстроить из салона. Но я не вижу здесь навигатора. То есть, по всей видимости, он выдвигается именно с вот этого замечательного магнитофона. Ну, потому что я его здесь не вижу. Сюда стандартный набор. Здесь, соответственно, то же самое. Сюда, кстати, можно засунуть холодильник. Допустим, сюда поставить сумку. И, в принципе, все. Больше здесь я никакого тюнинга по салону не наблюдаю. Ну что ж, друзья, вот такая вот получилась первая часть обзора на трак Kenward W900. Во второй части, ну, вы сами знаете, что мы будем проверять. Не буду повторять это из видео в видео. Но, видите, это все буквально через пару мгновений. Итак, уважаемые зрители. Ну, вот мы наконец-таки в игре. Трейлеры я уже зацепил. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Да, я был прав. То есть, у нас навигатор непосредственно выкидывается из приборной панели. То есть, на нем у нас отображаются часы. И, по сути, там, где написано ETA, там должен был отображаться... Точнее, должно было отображаться расстояние до конечного пункта. Но, к сожалению, с последними патчами это все поменялось у нас на суточный пробег. То есть, ну, сами понимаете, что это такое. Его можно будет сбрасывать. Ну, и, в принципе, я думаю, там ему самое место. Обнаружились, кстати, сказать, у нас новые баги. Давайте я попробую максимально приблизить, насколько это возможно, к сиденью. Так как у нас здесь стоят капотные зеркала, обратите внимание, да, то есть, для тех, кто не понимает, объясню. В игре, как бы, получается у нас две модели салона. То есть, это внутреннее непосредственно то, что мы видим. И то, что мы видим, грубо говоря, снаружи по зеркалам. Здесь решили, наверное, немножко сэкономить, либо просто об этом забыли. И здесь у нас получается только капот, вот эти замечательные воздухозаборники, рамки стекол, трубы, но нет крыши. Я не знаю, почему ее не видно. Может быть, это именно косяк связан с вот этой низкой крышей, потому что спойлера я вот этот здоровый не ставил. Но вот обратите внимание, вот в этом зеркале хорошо очень видно, что крыша как будто бы срезана, будто у нас флэт... Ну, короче, низкая вот эта крыша, да, такая маленькая, декэбовская, в которую нужно склоняться в три погибели. Ну, в общем, вот такой вот баг обнаружился. Так что, если вдруг автор смотрит, исправляй. В остальном, в принципе, никаких нареканий у меня нет. Руль вращается. Есть, конечно, у него такой небольшой яйцевидный люфт. Вот именно вот в этом вот положении это заметно. То есть он как бы вверх-вниз играет. Анимация ручника у нас есть. Непосредственно идет у нас отображение о том, что ручник включен. Точнее, машина поставлена на ручник. У нас отображение идет на приборной панели. Бортовой компьютер, обратите внимание, да, также у нас меняется. Все мы его сотни раз уже видели. Ну что ж, подсветка. Давайте мы, наверное, с вами включим ночь. Ой, у нас дождь пошел. Отлично, заодно и проверим погодные условия, да еще и ночью. Ну что ж, нажимаем один раз на дворники. Работают с интервалом очень хорошо. Интервал довольно большой. Нажимаем второй раз. Ну, вроде бы интервал такой же, не знаю. Ну-ка, нажимаем третий раз. Ну и здесь они у нас уже молотят постоянно. А с внешки, интересно, что будет. Ага, и с внешки тоже работают. Отлично. Просто супер. Так, ну, давайте, может быть, на два часа перемотаем. Нет, дождь не кончился. Давайте поставим снова 10. Снова один. Во, отлично. Итак, давайте проверим свет. Значит, включаем габариты. Ух ты, как круто. Но только в фарах почему-то ничего не загорается. Ближний свет, дальний свет, аварийная сигнализация. И мне немножко это напоминает 18 стальных колес. Не знаю, почему. Почему такая ассоциация, но мне это реально так напоминает. Отлично. Соответственно, как видите, индикация дальнего цвета есть. Подсветка у нас такая зелененькая. На часах, обратите внимание, красная. Часы идут. Для тех, кто не понял, вот здесь у нас часы. Отображают они игровое время. То есть, ну, по факту, да, так оно у нас и есть. Что сейчас у нас час 12. И как у нас меняется время на навигаторе, так у нас стрелка опускается и здесь. Ну что ж, осталось проверить работу с цепки. И давайте просто поотщелкиваем трейлер туда-сюда. Ну, от себя скажу, что никаких проблем с зацепкой подъездом по трейлер вообще не возникает. Ну что ж, запускаем двигатель. Напомню, у нас двигатель кэтовский. Сразу у нас все оживает, обратите внимание. У нас также есть индикация нажатия педали газа. То есть, вот здесь вот этот датчик у нас расположен. Так что смотрите внимательно на него. Нажимаем газ. Датчик турбины, насколько она у нас дует. Ну-ка, смешки как? Ну, похоже на Кэт. Ладно, ребята, давайте проедемся. Так, а давайте проверим, есть ли коллизия на носу. Давайте подъедем к забору и посмотрим, упремся мы в него или нет. Мне просто интересно проверить, как бы здесь есть вообще это понятие, коллизия или нет. Отлично. Ну, расстояние, конечно, там имеется у нас, но уже это радует, то, что здесь это все есть. Шагачей камеры нет, в салон поэтому не заглянуть. Давайте включим день, чего мы с вами, как эти-то. Ну что, ребят, вот такой вот получился обзорчик на Kenward W900. Я повторюсь, если автор меня смотрит, и если ты поправишь те недочеты, на которые я указал, и тебе примешь в расчет те пожелания, которые я выразил, то есть именно вот сменить, как-то попробовать добавить в тюнинг вот эти варианты смены шпона, вот этой вот обивки на панели приборов, поправить отражение в зеркалах. И, в принципе, получится довольно неплохой трак попробовать поправить вот эти все недочеты. То есть, ну, как-то сделать пластик таким приятным, да, вот, то есть он сейчас у нас блестит, что-то как-то непонятно все вот это смотрится, как-то, ну, более матовым, что ли, сделать. Попробовать поработать немножечко над тенями в самом салоне, залатать, например, вот эти дырки, что там дальше видно, я, к сожалению, не понимаю. Ну и как-то вот так. В остальном трак неплохой, кататься, в принципе, можно, но, на самом деле, на скачке есть моды и получше. Ну что, ребята, вот такой вот у нас получился обзорчик. Я надеюсь, он вам понравился. Все ссылочки, по традиции, будут в описании к данному видео. Ну и, собственно говоря, на этом все. С вами был я, Алексей. Я желаю всем хорошего настроения. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok